Наташ, а могу я вопрос один задать? Могу? Сколько угодно. Ты услышишь? Да, конечно, конечно. И ты знаешь где? Они, наверное, могут с кодом войти, так что... Да, да, да. Нет, я все сказала, и Файнбергу сказала, и все. Да. Вот, а что? Да. У меня вчера Нюська рвалась в дверь, соседи уже выскочили. Я им говорю, извините, я глухая. Ну, слава богу. В моем родном двадцатом веке, где мертвых больше, чем гробов, моя несчастная, навеки неразделенная любовь среди этих гуевских картинок смешна, тревожна и слаба, как после свиста реактивных и ерихонская труба. Наташ, а вот скажите, протестное искусство в те годы и сейчас, протест и политика, как вы думаете? Я тут ничего, я некомпетентна. Потому что вот многие думают про пуссерает и проводят какие-то параллели. Ты знаешь, они как искусство меня совершенно не привлекают. То есть вы не видите в этом искусство, да? Нет, я не вижу. А что, только политическая акция? Ну, нет. Для них это искусство, понимаешь? Для них это искусство. Для меня это такое орание. Я все это, всякие вещи, типа перформансов и так далее, от меня. Да, все сильно чуждо. Я человек, я предпочитаю картины моего сына. Я человек, я не знаю. Он под стеклом. Так что, может быть, его снимать-то, может быть, непросто будет. А ей самой нравился этот портрет? Да. Ну, ей самой, в общем, вообще нравилось все, что делали ее сыновья. В этом смысле она была совершенно необъективной матерью. Я посадил мать, вот там он посадил, и стал ее рисовать. И в первые же, в первые же 3-5 минут я почувствовал, что долго она не усидит, потому что сидеть и ничего не делать, а делать она ничего не могла. Она просила, говорит, я не могу книжку читать. Я говорю, никакой книжки, я тебя рисую, ты на меня смотришь или посматриваешь время от времени. И как это иногда бывает, отнюдь не всегда, из-за того, что рисовать приходилось очень быстро, я ухватил самое главное, то есть самое важное. А что самое главное? Живая Наталья Евгеньевна Горбаневская. 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 Внимание, я провожу посадкой самолет. Б відчинка, прибы deaf, салют, 202, а не компания, Aeroc Приятная команда позвали. Давайте, мы встречались, все приехали. А, ну, давайте. Давайте, давай, ты пока найти. Малет делали. Ой, алло. Давайте куда-нибудь, прежде всего, туда, где я покурил, то есть на улицу. На улицу. Да, вот эти. Я себя чувствую русской, польской гражданкой и парижанкой. То есть все вместе, да? Ну, безусловно, русской. Я родилась русской, я русская поэтесса. У меня вообще есть такая особенность. Я когда откуда-то улетаю, куда-то прилетаю, для меня очень важный момент именно, что я всюду возвращаюсь. Вот я полечу в Париж, и самое главное будет, что я возвращаюсь в Париж. И вот сейчас я возвращаюсь в Москву. Ну, а Москва тем более особенная. В Москве я родилась. В Москве я прожила пока еще больше половины моей жизни. И самое главное детство, юность, Москву старую, которую уже очень мало осталось, я знала хорошо. Я по Москве водила людей, показывала им. Вот. Вот и вот. Это была небольшая коммунальная квартира, всего три семьи. И у нас была вот эта вот комната. Сначала мы жили там вчетвером. Я мама, брат и бабушка. Потом брат кончил Бауманское училище, уехал в Челябинск. Потом бабушка умерла. И вы жили с мамой? Мы жили вдвоем. Потом у меня Ясик родился. Мы жили втроем. А вот в 68-м году мы уже жили там вчетвером, когда родился в мае Оська. Из какого окна висел у вас флаг? Чехословацкий. Из какого окна? Из этого вот, на улицу. Из форточки. Ничего себе. Я не помню, какого цвета это было. Вот я не... Простите, пожалуйста. Можно на минуточку зайти? Я когда-то тут жила. Здравствуйте. А кто вы? Ну, просто посмотреть, знаете, я очень давно тут не была. Вот здесь, здесь так было завешано занавесочкой. И Ося, когда был маленький, когда ему был год 7 месяцев примерно, он подставлял табуретку, становился сюда и кричал, мама, мама. А я сижу тут за столом. Говорю, Ося, я мама. Он на меня посмотрит и опять сюда кричит, мама, мама. Ну, вот это комната, в которой мы жили. Вот. А сейчас теперь где вы живете? В Париже. Ах, вот в чем дело. Ну, что ж, Париже... Мы в декабре... Ну, смотри, в каком районе вы там живете? В 14-м, если вы знаете, Париже. Да, конечно. В 14-м, около метро Олезия. Это близко к краю города, но это очень хорошо, потому что... Ну, окраины не понятно, потому что те же черемушки. Нет, у нас там совсем не черемушки, нет. Мне понравилось. Это вы знаете, левый берег, он гораздо лучше сохранился, чем вот окраины, которые на правом берегу, ну, окраины, которые за кольцевой дорогой. Ну, там тоже есть прелестные старые дома. Ну, вот такое было впечатление, как будто я в черемушке. Ну, смотря на какое... Да, я когда приехала тоже, я поглядела, и еще я первые два года я прожила за городом. И там какие-то такие дома, я говорю, мало того, что это черемушки, это еще черемушки с претензиями, с каким-то вычуром, а все равно черемушки. Черемушки. Вы знаете, у меня мама перед своей смертью три раза побывала, и один раз в январе мы с ней стоим, ждем автобуса. Она поглядела и говорит, у вас в январе трава зеленее, чем у нас летом. Евгения, а сколько вы не были в этом доме? Что? Сколько лет вы не были в этом доме? Ну, вот с тех пор, как мы уехали, это был, я думаю, 73-й, значит, считай, 36 лет. 36 лет. 36 лет. У нас же все было, и спальня, и столовая, и все, что угодно. И все мы вчетвером тут, и Оська в корзине спит на диване, Ясик в своей детской кроватке, и мы с мамой. И у меня еще под кроватью самоздат всякий лежит. Когда мы менялись, этот самый, то уже жила здесь. Жень, как ее фамилия? Она тоже уехала в Париж. Жень, Горбаневская. Так Горбаневская я и есть. Елки, папа. Она мне рассказывает. Я и есть Горбаневская. Что-то меньше ростом стала. Полтора метра в седьмом, вот видите. Полтора метра как была, так и осталась. А я-то думаю, да, как, допустят ли. Ну, рискнем, думаем, рискнем. Да нет, как народ гостеприимный был, так у нас. Ну да, ну спасибо вам большое. Это не искренне. Ну, спасибо вам большое. Ой, как хорошо. Спасибо. Ну да. Ну, не дай бог я в этих сегодня совещания. Да ну, господи. Но дело в том, что надо... Оно еще и живее получилось. Ну, просто какое замечательное приключение. А, как хорошо. Как я довольна, ребята. Просто невероятно. Да нет. Субтитры делал DimaTorzok Вы верили в то, что был какой-то энтузиазм советский или нет? Энтузиазм у меня был, но точно не от семьи. Мне потом мама сама много раз говорила, когда говорила, чтобы я детей ни в каком духе не воспитывала. Она говорит, я тебя в этом смысле никак не воспитывала, ты сама в комсомол рвалась. Знаете, есть очень интересные воспоминания Револьта Пименова, который, будучи подростком, он уже был настроен против советской власти. И он пишет, и тем не менее, я, живя в совершенно нищей обстановке, верил в то, что мы в Советском Союзе все равно живем лучше всех, а в капиталистических странах люди живут еще хуже. Совершенно это понятно. Я думаю, у меня единственной прививкой против всего этого была поэзия. Это потому что я очень рано начала читать. Мне в пять лет в 41-м году подарили большой юбилейный однотомник Лермонтова, который я читала весь, стихи, прозу, драмы. Ну, в пять-шесть лет я читала маскарад Лермонтова. Понимаете? Потом я очень хорошо запомнила, когда я с мамой куда-нибудь приходила в гости, мама там сидит со своими приятельницами, разговаривает, а я что-то найду, впиваюсь и читаю. Я думала, что мы сделаем так. Эта книга небольшая, я ее прочту всю целиком. Все, кто книжку уже купил или получил от меня подарок, могут просто следить по тексту. Те, у кого книги еще нет, за это время решат, но знали она им. Разбилки, стихи, десятки. А когда сами начали писать стихи? Ну, вы знаете, со стихами это довольно сложно, потому что семейные предания донесли четверостишие, которые я написала, вернее, наверное, не написала, произнесла в четырехлетнем возрасте. Единственное, что в нем интересного, что оно совершенно не похоже на все образцы детской поэзии, которые приводятся в книге Чуковского от двух до пяти. Оно написано не хореем, а ямбом, и, кроме того, в нем присутствуют совершенно абстрактные вещи. А кроме того, оно очень интересно тем, что оно в большой степени предсказывает мою будущую поэтику, а также некоторые будущие, будущие, гораздо более поздние детали моей биографии. Четверостишее такое. Душа моя парила, А я варила суп, Спала моя Людмила, И не хватило круп. То есть поэтика по принципу «В огороде Бузина» в Киеве дядька. Вот. Душа моя парила – это я тогда еще сама не читала Лермонтова, но мне мама очень много стихов читала. Мама пела, бабушка пела. Они были все очень певчие. У меня вообще семья вот на этом уровне, бабушка и ее дочери, они были все очень музыкальные, а нам с братом Медведь на ухо наступил. Но я все время, мама пела мне «Воздушный корабль» Лермонтова, как маленькая я еще помню. Бабушка пела замечательную колыбельную, которую потом я нашла в одной ее старой, совершенно дореволюционной антологии «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани, в няньке я к тебе взяла, ветер, солнце и орла». А я потом пела это своим детям, уж как умею. «Концерт для оркестра». Послушай, Барток, что ты сочинил, как будто ржавую кастрюлю починил, как будто выступал на ней терим-тарам, как будто горы заходили по горам, как будто реки закрутились колесом, как будто руки углинились камышом и камышиночка, тири-тири-тири-лили. И острыми носами корабли царапают по белым пристаням, царапают, царап-царам-тарам, и позапрошлогодний музыкант, тарифная сетка, уважаемый талант, сидит и морщится, тири-тири-терпи. Но сколько ржаву у кастрюлю не скреби, получится одно, тара-тара, на муране настоящей игра. «Патр, Белабарток, что ты тут змейстровал? Как будто бы гарнек зардзевяły reperовал, как будто бы вербель на нем заграал, рам-пам-пам, как будто бы русал нагле в плонсы целый крам, как будто бы гура с гурой, с рекой река, а ренка подлужена тршцином, вдаль уcieка, а там тршчинничка, тршчонка, а таки птакс, слышаны же, что рыба, рыба, рак-рак-рак». «Послушай, Барток, что ты сочинил, как будто ржавую кастрюлю починил, этот высокий голос, вот, лицо, в это время она, так сказать, когда читала стихи, в то время, пока ничего не выражала, как бы отстраненно из нее выходили, но абсолютно завораживающее чтение. «Послушай, Барток, что ж ты сочинил, как будто вылилый в зашиворот чернил, как будто, будто рам-барам-бам-бам, и хоржавую кастрюлю по зубам, еще играет пренеболенный оркестр, а публика повскакивала с мест и в раздевалку, в раздевалку, в раздевалку, и на входу она шипит, «Какой внухал? А ты в свет поешь, тири-ли-ли, Господь вам просветление не спошли». Мы с ней познакомились лет за десять до ее смерти, это уже серьезное знакомство, когда она меня попросила перевести несколько ее стихотворений для публикации в газете «Выборчий». И я тогда перевел три ее мелких стихотворения, и она пришла в восторг. Это лучшая рецензия, которую я когда-нибудь имел в моей работе. Она просто с абсолютным изумлением написала, как это он сумел, он ничего не потерял. Она всегда ощущала исключительный потенциал звуковой русской поэтической речи, она всегда придавала огромное значение звучанию стиха, звучанию строки. Да, вот она рассказывала, что она пишет стихи, бормочая себе под нос, иди по улице. Да, говорила, что раньше ее принимали за сумасшедшего, теперь у всех стали телефоны hands-free, да, и она таким образом в этой парижской толпе растворилась и продолжила заниматься своим любимым делом. Более поздние тексты, мне кажется, более импрессионистическими, да, то есть она уже не чувствует потребности держаться в рамках заранее придуманной концепции, да, стихотворения, и уже ее, как говорила Цветаева, далеко заводит речь. На такой языковой смеси никто не писал. Это неправильный русский язык, особенно в переводах из польского. Просто неправильный, неправильный в смысле ударения, неправильный в смысле словаря, неправильный в смысле словооборота. Все время этот уход, понимаете, уход из, от правил, от правил традиции. Она не соблюдает метр. Особенно в поздней, конечно, поэзии. Это все, я же употребил несколько раз уже слово бормотание. Это вполне сознательно такое бормотание человека, который еще играет на этой полуглухоте. Собственной, физиологической. Китайский философ Лао Цзи дает как бы иронически отрицательные советы. Ничего не говори, потому что слова приводят к мыслям. Ничего не мысли, потому что мысли приводят к действию. Ничего не делай, не действуй, потому что действует с судьбой. И это вот точно ее жизнь и личность. Вот как только она что-то впитала через свое сердце, и потом превратилась в поэзию, она должна была этой поэзии следовать. И это ее была судьба, она уже оторваться от этого не могла. То есть ее преданность вот тем вещам, о которых она всерьез подумала и почувствовала, она заставляла ее идти на демонстрацию, она заставляла ее заниматься именно этим, перепечатывать или редактировать хронику, потому что, хотя она, может быть, с большим удовольствием занималась бы чистой поэзией или переводила польскую поэзию, которую она любила, это стало главным, потому что ее поэзия, ее душа советовали этому главным. Ничего не означало, ни ее гражданскую, ни ее личную жизнь, они не были отделимы. И когда она шла вместе с этим, она была Наташей. Она, прежде всего, она поэт. Но это поэт, у которого чувство долга и ответственности такое, причем личной ответственности, не за какие-то там миллионы. Она ответственна именно как поэт. И не поэтому, что поэту можешь ты не быть гражданином, быть обязан, конечно. Она не может не быть поэтом. Но этот поэт не может не быть этим человеком высокого этического плана. У нее всегда, вот, когда она выражала свои взгляды, она разрезала своей маленькой ручкой воздух, своей ладонью. Да, это было ее мнение. Все, она на нем стояла. Вот. И такая она была и в поэзии, и в жизни, и в борьбе. Вот. Нельзя было в ней разделить поэта и борца. Нельзя было. И это очень редко, я считаю. Очень редко. Она была душой нашей демонстрации. Ну, все-таки, почему вот вы пошли на демонстрацию? Стыдно было. Стыдно. И хотелось, чтобы не было стыдно. А неужели не хотелось вот обычной, нормальной жизнью пожить, детей поднять? Вы же понимали, чем закончится все. Ну, какая же обычная, нормальная жизнь, когда стыдно? Это же следователю я сказала. Он говорит, ну, как же вы вот с детьми? Я говорю, а чтоб перед детьми не было стыдно. Вот. Я не говорю, что каждый должен был сделать так, как я. Я с этим стыдом могла справиться только таким способом. Это не значит, что вот каждому дается рецепт только так. Идите, бегите, бегом все на площадь. Нет. Пожалуйста, я здесь была 31 июля, и на площадь не пошла. И ничего. А на 33-м году я попала, но не в беду, а в историю. Как смешно прорубить ни дверь, ни окно, только форточку. Да еще так старательно зарешенную, что гряда облаков сквозь нее, как звено оков. Субтитры подогнал «Симон» В эфире ежедневная получасовая программа «Радио Свобода. Культура. События. Люди». 18 декабря в Вену прибыла Наталья Горбаневская. Имя этого прекрасного поэта широко известно за пределами Советского Союза. Именно она 25 августа 1968 года вышла на Красную площадь, чтобы принять участие вместе с Ларисой Богораз-Даниэль, Виктором Файнбергом, Вадимом Делане, Константином Бобицким, Владимиром Дремлюгой и Павлом Литвиновым, принять участие в демонстрации протеста против оккупации Чехословакии войсками пяти стран Варшавского договора. Нужно добавить, что Наталья Горбаневская вышла на Красную площадь с трехмесячным младенцем, которого она везла в детской коляске. Но кроме ребенка в этой коляске были лозунги. Как будто ей повезло. Горбаневскую выпустили из-под ареста. Ее же друзей, участников этой демонстрации, задержали и позднее присудили к разным срокам заключения. Только Виктор Файнберг был помещен в психиатрическую больницу, не говоря уже о том, что при аресте был жестоко избит дружинниками и работниками КГБ. Выйдя из-под ареста, Наталья Горбаневская тут же написала об этой демонстрации письмо. Письмо, которое было направлено в ряд западных газет. Кстати, среди этих газет были и коммунистические газеты. Вот отрывок из письма Горбаневской. В 12 часов мы сели у лобного места и развернули лозунги. Да здравствует свободная независимая Чехословакия! Позор оккупантам! Руки прочь от ЧССР! За вашу и нашу свободу! Почти немедленно раздался свист, и со всех концов площади к нам бросились сотрудники КГБ в штатском. Они дежурили на Красной площади, ожидая выезда из Кремля чехословацкой делегации. Подбегая, они кричали «Это все жиды! Бей антисоветчиков!» Мы сидели спокойно и не оказывали сопротивления. У нас вырвали из рук лозунги. Виктору Файнбергу разбили в кровь лицо и выбили зубы. Павла Литвинова били по лицу тяжелой сумкой. У меня вырвали и сломали чехословацкий флажок. Нам кричали «Расходитесь, подонки!» Но мы продолжали сидеть. Оканчивается письмо Горбаневской так. Мои товарищи и я счастливы, что смогли хоть на мгновение прервать поток разнузданной лжи и трусливого молчания, и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал или узнает народ Чехословакии. И вера в то, что думая о советских людях, Чехи и Словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас, придает нам силу и мужество. И Наталья Горбаневская это мужество доказала. Она, как и другие участники демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, никогда не изменила своим убеждением. Нужно добавить, что Горбаневская была одним из первых редакторов хроники текущих событий. К тому же нужно напомнить, что Горбаневская член инициативной группы по защите гражданских прав в СССР. Иди поближе, Юрочка. Уже если с ним вот на красивом месте, то вместе. Давай. Вскоре после событий на Красной площади в ходе следствия Горбаневскую подвергли амбулаторной психоэкспертизе, о которой она впоследствии рассказала в книге «Полдень». 7 июля 1970 года в Мосгорсуде состоялся суд над Натальей Горбаневской. В итоге этого суда она была приговорена по статье 190 пункт 1 Уголовного кодекса РСФСР к принудительному лечению в психиатрической больнице особого типа, больнице, подчиненной КГБ. А, нет, у меня это, блин, все было не так. Это все было не так. Вход был вон там, оттуда. Осторожно, сзади. Да, да, я вижу. Вход был вот там, оттуда. В том здании у меня была амбулаторная экспертиза. Там были прогулки. Сейчас вход не оттуда. Вход вот был там, оттуда. И там был институт. Тут я в общем был. И окна у меня выходили вот на тот дом, который смотрит на Садовое кольцо. Наталья, это все новые корпуса, начиная от того серого. Нет, этот серый не новый. Новый? Он сравнительно новый. То есть для тебя уже не новый. Понятно. А до тебя его и не было. Его строили при мне. Эти все корпуса новые. Подожди, а это все, теперь они расширились, что ли? Конечно. А как же? А, понятно. А как же? А тогда они были только там. Мы им. И из этих ворот я на свободу выходила. Да, да, да. Более двух лет просидела она в больничных отделениях, где ей назначили лечение лошадиными дозами лекарств, разрушающих мозг и нервную систему. Например, Горбаневская не только не могла писать, она не могла даже читать, потому что глаза ее скользили по строчкам, доходили до половины строчки, и дальше не могли идти, она не в состоянии была читать. Меня лечат этим галлоперидолом, а я сижу и думаю, ну, вот они меня долечат, и я выйду на волю, и не буду знать, что это воля. Вот я больше всего чего боялась. Я потом, когда вышла, мне, Гарик мне дал какой-то сборник на ученых трудов, и там была статья о том, как применяют галлоперидол. Оказывается, его в нормальных клинических условиях в течение месяца дают, потом делают передышку и смотрят, помог ли он. А это лекарства против галлюцинации, голосов и бреда. Вот, и смотрят. Если он помогает, значит, потом делают второй курс. Кроме того, его делают обязательно с корректором. Ну, во всем... Потому что он дает эти симптомы Паркинсона. Понимаете, а поскольку у нас везде дефицит, этих корректоров не было. Я писала все время домой, потом как раз Юра мне где-то тестовал корректоры, мама присылала, еще надо было получить разрешение. Хотя у них самих нет, но надо было получить разрешение, потому что туда никакие лекарства не разрешается посылать. И тогда мне стало немножко легче. Но все равно я понимала... Понимаете, и там дают с первого дня до последнего. Лера, как сейчас ты Province, Доброек... yimерея... АПЛОДИСМЕНТЫ Я хорошо помню 1968 год, когда вот эта женщина, тогда еще совершенно молодая девушка, вместе со своими друзьями, единомышленниками, вышла на Красную площадь, чтобы протестовать против ввода советских войск в Чехословакию. Это наша гордость. И сейчас, проживая уже за пределами России, Наталья Карбаневская продолжает писать на русском языке и помогает своим друзьям, нашим друзьям, лучше познать наш великий, могучий русский язык. Спасибо ей и не забывайте. Она была очень добрым человеком. То есть было сразу видно, что она готова вникнуть в то, что ты ей говоришь. Она не законсервирована в собственном мифе, не считает, что ей уже нечему научиться у мира. Но, например, то, как она освоила интернет и блоговое общение, не все молодые люди, наверное, так активно вели сетевую жизнь, как она. Я посмотрела, у нее первые несколько записей касались ее жизни, так как обычно люди ведут блоги. А потом она это все прекратила, и она просто стала одна издавать журнал. Я думала, я каждый день смотрела, что там нового, и я понимала, что в мире происходит там, и что поэтов каких-то очень много в России. И все это она делала в одиночку. Вот Павел Литвинов рассказывал, что они даже на каких-то симпозиумах вместе были, и она почти все время проводила у себя в номере, работая со своим журналом. В результате получилась такая необычайная вещь, что поэт, когда он молод, он принадлежит своему поколению, которое его целиком и полностью понимает. А потом поэт уходит вперед своего поколения, а его ровесники законсервируются во вкусах своей молодости. А вот молодые поэты писали, что она достигла апогея своего мастерства именно в последние годы жизни. То есть она нашла уже следующее поколение читателей, даже не детей, а внуков, возраста внуков своих. Это, конечно, поразительно. Вот человек остался ребенком и молодым, не став инфантильным. Это не инфантилизм, это какое-то такое «будьте как дети». Спи, кузнечика, в хор, лес восходит на холм, бес проехал верхом. Я не верю стихам. Ложь, мелодия, сон, звон глагола времен, смех, признание, стон. Что за хребень мне да? Слов не выпить с горсти, строк в тюрьму не снести, Ни согреть, ни спасти от властей и страстей. Тронь с пюрьму вся в крови, трень да брень обойни. Свет и слово любви. Спи, кузнечика, в хор. Спи, кузнечика, в хор. Субтитры создавал DimaTorzok Мы же тогда уезжали навсегда, мы с мамой расставались навсегда. Мы предположить не могли, что в 88-м году она к нам приедет в первый раз, и потом до своей смерти успеет приехать еще два раза. Вечная разлука. Ну, потом кто-то еще эмигрировал, вот этих людей мы могли увидеть. А что люди начнут ездить, а потом и мы начнем ездить, такого даже разговора не было. Я помню, когда мы улетали из Москвы, когда я забыл мою кошку, которая игрушка была, которая была моя кошка, которой я спал, и вот я ее забыл, и бабушка привезла очень быстро кошку, я плакал очень, это просто для меня был ужас. Я думаю, было больше ужас забыть эту кошку, чем улетать куда-то. Это было, это ничего, это было просто авантюра, это хорошо было. И когда мы прилетели в Вену, это было просто тоже авантюра, потому что огромный там аэропорт, можно там пить что-то, там шоколад есть. Там телевидение было, австрийское. Я помню, там я не мог сидеть спокойно, когда там интервью с мамой были, потому что я вертелся везде. Хотелось бы даже найти это видео, потому что было бы смешно. Из СССР прилетаешь в Вену перед Рождеством, 18 декабря. Снег и Рождеству. Я помню свое первое ощущение, когда мы сошли с самолета в Вене, и я почувствовала вдруг такой толчок снизу, как у меня бывало, когда я еду автостопом, и в какой-то момент снимаю с плеч тяжелый рюкзак, и земля начинает подбрасывать. И вот тут меня эта земля подбросила. Это было вот это ощущение свободы. Паспортный контроль в Венском аэропорту Швехот. Для Натальи Горбаневской и ее двоих сыновей он стал вратами в свободную жизнь. Русская поэтесса принадлежит к небольшой группе диссидентов, которые участвовали в демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию. Вы действительно были психически больны? Что с вами произошло? Нет, я не была больна. Напротив, я была в здравом уме. Но если в Советском Союзе вы подвергаете сомнениям действия государственной власти, то вас могут признать сумасшедшим. Поэтому меня подвергли принудительному лечению в психиатрической больнице в Казани, где я находилась среди действительно больных людей. Меня заставляли принимать лекарства, хотя со мной все было нормально. Диссидентов систематически подвергают таким испытаниям, чтобы сломать их волю. После моего освобождения власть даже пыталась забрать у меня детей. Вы один из основателей бюллетеня, который выходит в сам издате «Хроника текущих событий». Чего вам удалось достичь с помощью распространения этого журнала? Я думаю, это издание отражает то, что действительно происходит в Советском Союзе. 8 лет назад к нам все еще относились терпимо, но власть осознала, как опасна публикация хроники текущих событий и как это влияет на такие вопросы, как права человека. Поэтому они снова усилили давление и начали арестовывать людей. Но несмотря ни на что, вы найдете людей в Советском Союзе, которые продолжают активно бороться за свободу. Как вы думаете, правозащитники в Советском Союзе могут добиться перемен? Я не знаю, удастся ли нам что-то изменить, но это наш нравственный долг. Взяв с собой всего несколько скромных чемоданов, Наталья Горбаневская и ее двое детей готовы начать новую жизнь в свободной Европе. Еще по дороге я на неделю остановилась в Мюнхене на радио «Свобода», где думали, не взять ли меня в штат, и тогда бы я осталась в Мюнхене. И я очень рада, что они в конце концов решили меня в штат не брать. И что я доехала до Парижа, потому что действительно это город, который, как мне кажется, просто меня ждал. В нем очень легко жить. Он очень утешителен. Очень легкий город. В душу не лезут. Это, конечно, можно по-нашему по-русски растолковать так, что им все равно и наплевать. Но после того, как я привыкла, что в метро делают замечания или сообщают девушку, у вас чулок поехал и так далее, здесь этого совершенно нет. И вот это ощущение свободы. Потом меня совершенно поразило. Я помню, мы же привыкли, что Париж, там парижская мода. Я вдруг посмотрела, как тут ходят молодые женщины. Ходят то, что называется, из-под пятницы суббота. И вдруг я поняла, они ходят одеты не по моде. Они ходят одеты, как им нравится. Вот это ощущение свободы, простора, возможности быть самой собой не только дома, но на улице, в метро, в транспорте, где угодно. Ну, а кроме того, очень красивый город. Так что, когда уже мог встать вопрос о возвращении, я уже... Дети мои здесь прижились. В общем, они люди. Ясик наполовину французской культуры, культуры человек, а Оська полностью, в общем-то. Вот. Так что мне от них никуда. Когда я ехала, я понимала, что в моем положении находится множество людей. Я ездила по Франции, я ездила в другие страны и везде рассказывала. Где-то через год я уже заговорила по-французски без переводчика. Конечно, главное, о чем я говорила, это карательная психиатрия. И в 86-м году в Париже был большой-большой такой съезд в каком-то большом зале, который устраивали международное амнистия, и я должна была выступать. Я вышла на трибуну и говорю, вы знаете, я 10 лет езжу в основном по Франции, но и по другим странам и рассказываю о том, как меня лечили нейролептиками, о том, как других. Рассказываю о том, что это было пыткой. Но сегодня я выступаю в последний раз, потому что рассказывать об этом стало для меня пыткой. И я замолкла. И потом, наверное, еще очень долго, очень долго я об этом не говорила. Значит, считайте, лет 20 я об этом в общем не говорила. А с 2005 года я начала снова ездить в Россию. И я стала снова это рассказывать, потому что я поняла, все все забыли. Уже никто этого ничего не знает. Я не люблю об этом рассказывать. Если речь идет о письменном интервью, я людям говорю об этом, вот читайте там-то и там-то, можете брать цитаты и не закавычивать. что я не могу больше рассказать. Но если это телевизионное интервью, то я, естественно, опять говорю, но это для меня каждый раз мука. «Разборка» 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 Продолжение следует... 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 Она, когда работает, она просто в работе там пишет, да, во флиппе, играть во флиппе. И там нельзя говорить с ней. Просто. Всегда в конце месяца у нее на банковском счету был минус. И я ей даже логически говорил, ну вот кончается месяц, у тебя минус, допустим, 100 единиц чего-то. И следующий месяц минус 100. Может быть, ты сделаешь так, чтобы в каждый месяц было все-таки ноль, например. Но это она совершенно не понимала. У нее не было никакой финансовой дисциплины вообще. Она этого просто не понимала. И я так подсчитывал, что когда она работала на трех работах, ей вполне хватило бы, если жить нормально и скромно, она могла бы себе купить квартиру. Но она была абсолютно к этому не способна. Ну надо сказать, что она вообще стала домохозяйкой, с которой вы-то были знакомы. Она стала, в общем, уже под конец перестройки, она стала готовить супы и так далее. А до этого она совершенно не была хозяйственным человеком, поэтому... В какой-то момент она научилась готовить котлеты, еще до крушения СССР. А уже к концу перестройки стала готовить супы и так далее. В общем, как-то это совпало, может быть, вполне логически. Накрашенная Наташка не была никогда. Она совершенно не красилась. Никогда, никогда, никогда. Нарядная, я ее помню, но это было совершенно невероятно. Кстати, вот еще один недостаток моей любимой подруги и великого поэта. У нее совершенно не было вкуса к одежде. Но она сама это знала. Говорила, да, Горбаневской нет вкуса к одежде, да. У нее иногда были какие-то позывы надеть нарядное платье. Бородскому вручали Нобелевскую премию, она поехала от русской мысли как корреспондент. И там написали, что должно быть вечернее платье. Я говорю, ну и как ты себе представлял ее? Я тебе такое нарядное купил. Я говорю, Наташ, вечернее платье, это которое до пяток. А она думала, что вечернее платье это нарядное. А вот это понятие ее нарядности, то есть насколько у нее был безупречный, литературный, этический вкус, настолько у нее не было вкуса с точки зрения одежды и всего оформления вот этого. Ну не может быть у человека всего, понимаете? Она работала, да, в русской мысли, в континенте, на свободе. Сначала в континенте, потом... Хронологически я уже точно не помню. Ну, в общем, потом работала регулярно на свободе. Была внештатником. В русской мысли просто она была... Как бы при главном редакторе она была там... Следующий редактор. После главного. В континенте она вообще... Они с Максимом вдвоем делали континент. Практически. В эту дверь входили Мстислав Ростропович, наверное, Михаил Барышников, Александр Галич, Виктор Некрасов. И практически весь цвет эмиграции. Горбаневская, она приехала... Они приехали в конце 75... В начале 76-го года. И практически сразу она стала ответственным секретарем, сколько помню, журнала. И, соответственно, она сюда приходила, ну, по моим воспоминаниям, примерно, может быть, раз в неделю или что-то в этом роде. Журнал «Континент» платил по сравнению с другими очень неплохо. Если это была машинописанная страница 100 франков, значит, за машинописанную страницу они платили примерно 30 евро, если в пересчете на современные деньги. Что неплохо. Если ты писал рецензию 7 страниц, то ты получал 200 евро. А эту рецензию 7 страниц можно было написать за один вечер. Наташа занималась не только переводами польской поэзии. Она ввела в газете «Русская мысль» колонку, которая называлась, соответственно, «Польская». Не помню, когда точно называлась. Но помню, что были шутки, что газета теперь называется не «Русская мысль», а «Польская мысль». Во-вторых, она переводила много. Она открыла русскому читателю знаменитую книгу о ГУЛАГе на бесчеловечной земле Юсифа Чапского, Герлинга Грузинского. И многих других. Она была, да, очень жестким редактором. И она делала большую, такую черную работу. Потому что она исправляла все переводы. Просто все переводы. Все шли через ей компьютер. Она исправляла, она сердилась на этих... Я помню много таких... Откуда вы выкопали этого переводчика? Заройте его обратно, да. Ну и так далее, и так далее. Много-то было таких... Выходили такие письма. Сколько раз уже говорила, что... И так далее, и так далее. Энге. Или там... Наташа, ты переведешь вот такой ответ. Конечно, переведу. И эта формула такая у нас уже была. Конечно, переведу. Вообще, это бывает с хорошими русскими переводчиками польской поэзии. Они облагораживают польский текст в стилистическом плане. Я это видел нескольких русских переводчиков. Но у Натальи это вышло, между прочим, с поэтом очень в Польше популярным, а погибшим в возрасте 23 лет. Это так, что ничего не удивительного, что он бывает невыдержанным в стилистическом плане. Это Кшиштоф Камиль Бочининский. У нее выработанная рука не то что русского переводчика, а русского поэта. И она уже автоматически подтягивает этот польский, еще не совсем зрелый текст, до уровня русской поэзии. И получается так, что она, даже не задумываясь, все эти пустые места польского подлинника, она отменяет. Она насыщает их содержанием. И таким образом в лучших ее переводах это постоянно чувствуется. Она работала, мы вместе работали для журнала «Новая Польша». И там был такой главный редактор, уже очень молодой человек, доктор Ежи Поминовский. И был какой-то прием по поводу вручения премии, Наташу вручили премию. И был даже президент, президент-посткоммунист Александр Квашневский. И доктор Поминовский взял Наташу за руку, подвел ее к президенту и сказал, «Господин президент, это Горбаневская». На что Александр Костюм сказал, «Да, я слышал, разумеется, я замечательно знаю». «Так вот, господин президент, вы не можете дать ей польское гражданство?» На что Квашневский посмотрел и сказал, «А что, могу?» И потом многие шутили, из поляков, главным образом, что если этот Квашневский за все время посткоммунист сделал одно доброе дело, то он дал гражданство Наталье Горбаневской. Это было для нее очень много, потому что она смогла с этим паспортом, уже не с беженскими документами, ездить по всему миру. Кроме того, когда она уже могла ездить, она ездила во Вроцлав. Она была председателем международного жюри, которое называлось «Ангелус». И вот тут она очень горделась, она давала очень хорошие оценки, очень занималась этим пристально и так далее. «Ангелус». Один раз что-то забыл мобильник, просто пришел, позвонил, она увидела меня сразу, «О, есть суп». Она была безумно рада всегда меня видеть, а я ее, конечно. Где-то часов в один с вечера или полдвенадцатого она сказала «Копейкин, выметайся». Я встал, вышел, а на следующий день ее сын Ясик позвонил мне и сказал «Толян, мать умерла». Это было очень неожиданно. Это был 29 ноября, а 30-го у меня день рождения. Я сказал «Многорбаневская устроила мне подарочек на день рождения, вот, к моему дню рождения». Но умерла она хорошо, в умиротворенной позе, вот в такой, даже не заметив, что она умерла. 77 лет, 110% жизни по библейским стандартам. Очень хорошо. Пусть счастливые мы, умиреть моложе, и неважно моложе, чем сколько, чем кто, докурить последнюю на смертном ложе, юношеским жестом угасить телефон, отвернуться к стенке от родных и прохожих и покинуть отставших, бесхозных, бесхожих и спускающих тихий, одинокий стон и по тьмах улыбнуться. Вот оно, ТО. Многим людям хотелось бы, хотелось бы, да, герой, герой, ну, безумец, ну, против советской системы поперло, ну, это только психи вообще на это способны, нормальный человек этого не делает. Так вот, это все неправда. Выйти на, в публичное пространство и засвидетельствовать свою общественную позицию, несогласную с политикой и практикой, которую проводит руководство всей страны, это нормальное поведение нормального европейца. Ну, есть! 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 Все, давайте, все, давайте! Давай, давай, давай! Руки, 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 пальцы, 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 пальцы. Все, наверное, такие. Крестик. 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 Очень часто встречаюсь с чувством ненависти. Вот, я думаю, в Польше все удалось, еще и потому, что они где-то с 80-го года пели песню. Ее пел в Польше Качмарский, но сочинил ее один польский эмигрант в Швеции, Натан Тененбаум. «Ухронь нас, Боже, от ненависти», «Сохрани нас, Боже, от ненависти». Не потому, что я считаю, что там менты или власти, они такие хорошие, что их не надо ненавидеть. Я думаю, что мы такие хорошие, что нам никого не надо ненавидеть. Ненавидя, мы себя разрушаем, а не их. И, по крайней мере, выходя, когда уже разгоняют, я понимаю, бывает очень трудно удержаться, но выходя, нужно идти, не знаю, с открытым сердцем, с тем, что, может быть, ты поглядишь в глаза этому спецназовцу, и он поглядит тебе в глаза. И вдруг, может быть, на полсекунды вы поймете друг друга, может быть, в следующую полсекунды у него будет рефлекс, а может быть, он вернется домой или в казарму, куда там они возвращаются, и уже не на полсекунды задумается. Вот это поглядеть в глаза друг другу, а не враг врагу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok